Спасибо большое. Пациентка 56-го года рождения начала свое лечение в 2009 году с диагнозом послеоперационной мракливой молочной железы Т1Н0. Подробнее на диагнозе и на ходе заболевания мы выберем в ходе доклада. На момент начала лечения КОК-0 семейная анамнез не отягощена. По результатам гистологического исследования, к сожалению, оригинальные были только от 2016 года по трепан-биопсии кости. Это метастаз инвазивного неспецифицированного рака молочной железы. И гормон положительный ХИР-2 отрицательный. В КИИ-67 не выполнялось исследование. В 2009 году у пациентки было выявлено новообразование в левой молочной железе. Обследовано, установлен диагноз и начато лечение с радикальной мастектомией слева. Далее пациентка наблюдалась. И я так понимаю, что, видимо, в этот момент не выполнялось исследование статуса рецепторов и ХИР-2, также и КИИ-67. Пациентка наблюдалась до 2009 года, в котором произошло прогрессирование в косте. Первую линию химиотерапии начали на второй рацион. Ондоксорубицин, циклофосфамид, да, схема ФАК. Пациентка удовлетворительно приносила эту схему, но было прогрессирование по костям после 6 циклов. В связи с чем начали вторую линию химиотерапии, токсан и бетстоксил с залидроновой кислотой. Пациентка также удовлетворительно приносила данную схему, но прогрессировала по костям после 8 циклов химиотерапии. Далее начали третью линию химиотерапии, капицитабин с залидроновой кислотой. К сожалению, также прогрессирование было исключительно по костям после 4 циклов. Что странно, после 3 циклов химиотерапии пациентки решили, видимо, после выполнения дрипан-биопсии, установление положительного эстрогенового регистронового статуса, назначить иммунотерапию, прошу прощения, гормональную терапию в связи с отсутствием висцерального криза. Вполне ожидаемо, пациентка довольно длительное время получала первую линию, почти 2 года, на фоне которой были выявлены метастазы в левомесячнике и позитишечный канцероматоз. Перешли на вторую линию гормональной терапии, которая продлилась уже, соответственно, 16 месяцев, и появились новые очаги в печени и по междолевой плевле. Переход на четвёртую линию химиотерапии в связи с эстеральным кризом без пловистранта. Три цикла химиотерапии по клетокселам еженедельно проведено, в день 1, 8 и 15, к сожалению, также прогрессирование по критериям рециста 1.1, 23%. С чем пациентке назначена пятая линия химиотерапии препарата Морибулин. После четырёх циклов проведено контрольное исследование и, соответственно, установлена стабилизация заболевания. Здесь долго останавливаться не будем, мы уже немножко выбиваемся, размеры изначально справа при контроле слева. Где-то небольшой рост плюс-минус миллиметр, где-то небольшое уменьшение очагов. Самое важное, что было в течение заболевания, в ходе терапии, пациентка пришла на введение ребулина изначально в апреле 2020 года с выраженным асцитом, с одышкой, что, соответственно, мешало ей полноценно жить. Пациентка социально адаптирована. На фоне введения ребулина необходимости в еженедельном тире раз в две недели выполнением лапароцинтеза полностью отпала. Последний лапароцинтез был выполнен в мае 2020 года, через месяц после начала терапии ребулина. И до сих пор не повторялся. Также отмечены множественные метастатические очаги в костях скелета. На шестой цикл пациентка пришла с явлениями выраженной гипотоксичности. Явления были клинически значимы. Была назначена сопутствующая терапия симптоматическая. И по инструкции к препарату ребулин было проведено снижение дозировки с 1,4 мг на метр квадратная стандартная дозировка до 1,1 мг. После восьми полных циклов было выполнено контрольное исследование. К сожалению, я в тот момент влечился от коронавируса. Более подробного исследования так я и не смог заполучить. Но по факту 20 января на днях в пациентке проведён 13-й цикл, день 8-й полностью, в дозе 1,1 мг. Переносимость удовлетворительная, кроме такого единичного случая гипотоксичности, другие нежелательные явления не проявлялись. И, соответственно, уже подходит срок, пациент в самостоятельном режиме выполняет контроль КТ, где у нас в учреждении. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...